доброе утро у нас 6 15 раннее утро минус 3 на улице прохладно сыро я сейчас хочу попить чай и определиться с процессом который начнет мой сегодняшний день а также сегодня хочу смонтировать видео мастер-класса на зеленый джемпер с круглой кокеткой и контрастной вставкой всем хорошего дня пока я в раздумьях нужно перекусить у меня чай без сахара и блины с творогом всем приятного аппетита ну что я уже перемотала пряжу на рукава вот этот моточек лиса вот этот моточек он у меня в 6 сложений здесь в 3 и бобинка 3 что это значит что один рукав я буду вязать из моточка из бобинки а этот уже пойдет на второй рукав и все будет замечательно что у меня здесь в комнате находится этот ящик я вчера притащила снимала видео для вчерашнего влога но этот кусочек не вошел не получилось его вставить не сохранилось или что здесь я рассказал о своих остатках пряжи вот этот процесс вы никогда не видели потому что он не мой если вам интересно то напишите тогда я вам сниму что же у меня здесь за остатки и какая идея посетила мою голову вот так ну что пойду вязать рукава потом к вам немного позже подключусь лиса сейчас на часах 10 часов дня начала одиннадцатого и хочу вам показать свои продвижения все таки я продвигать этот процесс ну хочется мне связать рукава и все таки проверить хватит ли мне пряжи пишут дорогие мои зрители что хватит уже два комментария по этому поводу но я все же продолжаю сомневаться вот только у меня связано рукава вот ну примерно сантиметров 10-11 вяжу сразу два на круговых спицах спицы того же размера что вижу и джемпер это четыре с половиной и еще хочу вам сказать если вам понравилось изделие вы хотите начать вязать вместе со мной то предыдущем влоге я дала расчеты по которым вижу я переходите и начинайте вязать там плотность вязания в одном сантиметре две петли можете взять любую другую пряжу или же сделать свои расчеты вязать уже по своим значением цифрам решать только вам вот столько у меня осталось пряжи бобинка уменьшается это тот моточек что смотрим в 6 сложений прям и этот в три но не знаю на рукава хватит она вот весь вверх на все тело вряд ли так и хочу еще сказать по поводу этой схемы она уже есть в моих всех соц сетях это telegram вайбер в контакте и выйдет у меня еще мастер-класс и думаю что завтра или он уже вышел из что оставлю вам подсказку верхнем правом углу на зеленый джемпер и тогда появится еще эта схема на ютюбе в сообществе как вам найти сообщество заходите на мою главную страницу канала и там где видео плейлисты есть сообщество нажимаете и видите все мои публикации как раз там и будет схема еще там ну все я продолжаю вязать вот вижу-вижу и все время хочется начать и что-то новое вязать у меня уже в планах начать вязать шапку бактус и не пойму что меня останавливает у меня есть любимая модель шапки я уже много раз оставляла вам мастер-класс вот действительно это моя любимая модель хочу связать такую только в светлом цвете и думаю начинать или не начинать уже вот как свежу рукава да вижу полностью тогда я уже решу хочу ли я шапку еще себе вязать бактус это однозначно мне нужен а вот насчет шапки нужно будет подумать ну все я отправляюсь вязать уже 13 часов и хочу вам показать свои продвижения я думаю что сегодня завтра уже джемпер будет готов как вы считаете пишите комментариях вот столько мне удалось связать рукава я уже перешла на резинку провязала 2 рядочка и буду закрывать иглой провяжу нужную высоту резинки буду закрывать иглой вот так это сейчас все выглядит на таком этапе резинку вяжу на спицах номер четыре никаких убавок не дело только одну баку так у меня было нечетное количество петель и как раз перед резинка я убавила одну петлю а вообще по рукаву никаких убавочек не дело сосчитаю сколько у меня на рукава уходит петель и тогда вам скажу наверно если для вас это будет нужной информации пожалуйста пишите в комментариях я об этом расскажу ну и думаю что по джемперу будет видео описание если не все смотрят влоги то увидят видео посвящено этому изделию все сейчас я буду заниматься некой перестановкой нужно вынести стол мы внесли холодильник место стало мало дома на кухне очень мало нужно как-то это все решать решила подключиться пока готовлю кушать пока болею они лицом в кадре я выгляжу мягко говоря не очень не пойму ну это все наверное из-за температуры она не высокая но это самая плохая температура 37 болит вся грудная клетка вот именно мышцы которые там еще есть я имею ввиду что работа у меня сидячие в этом плане решила поболтать сами сегодня у нас уже 21 декабря вчера начинала снимать вязальный влог ну и вот сегодня продолжаю буду заканчивать обещаю вас порадовать готовой работой это однозначно и новым процессом сегодня планах начать вязать что-то новое у меня нет цели все процессы свои закончить к новому году нет что мне тогда вам показывать 1 2 января таки я планирую вязать в этой в эти дни отдыхать вязать свое удовольствие и снимать для вас новый влог так что подключусь немного позже сделала перестановку у меня вот сейчас где стоят цветы возле окна стоял вот этот стол теперь стол стоит другой стороны возможно на втором канале на своем влога вам я расскажу вам и причину своей болезни что следовало заболеванию моему но об этом на этом канале говорить не буду вот так продвигаю понемногу всем хорошего настроения жареную картошечку деткам они ее очень любят и я в детстве очень любила когда бабушка готовила а еще в каком-то видео говорила что диана лук не ест ни в каком виде я решила выйти с этой ситуации немного раньше до этого пришла когда уже картофель готов я отсыпаю детям отдельно а себе быстренько бросаю лук и обжариваю еще несколько минут с луком вот так можно выйти с положения так что кому-то на заметку пригодится вот сегодня случилась готовая работа пол шестого вечера связан джемпер для дианы сейчас вспомню до название клюква в сахаре много кто предлагал варианты с клюквой и я вот решила пусть будет так сейчас отправляю стирку здесь состав 10 процентов не 30 процентов кашемир 70 процентов мериносовая шерсть будет ручная стирка ополоскать буду машинки автомат и конечно же потом покажу как выглядят петли но для сравнения вот видите вот такие петли у нас сейчас на часах 11 часов вечера я не могла мне показать эту красоту он постиран джемпер для дианы еще мокрый но я все-таки хочу вам показать как он выглядит как выглядят петли и чего я испугалась так показываем сначала смотрите какие они ровные распушились вот так и еще хочу вам показать после стирки получился вот такой пух скатался это наверное лишнее и вот здесь еще на узоре есть немного это все можно убрать что меня порадовала порадовала то что пряжа не полиняла все замечательно это уже 2 джемперы с контрастной вставкой которые я вижу в этом месяце на первый джемпер напоминаю что меня есть мастер-класс сегодня вышел я подсказку оставлю верхнем правом углу и вы сможете связать себе что-то подобное еще хочу сказать что в предыдущем блоге я давала вам начальные расчеты сколько петель набирала так вот эта модель подойдет на размер 40 42 то есть по этим расчетам вы сможете связать в себе джемперы так видите у меня манекен 44 размера и джемпер идеально сидит вот так очень довольна все мне нравится чего я испугалась смотрите я стирала его вручную в выльном растворе в миске а на полоскание всегда изделие отправляю в машинку автомат полоскание там 15 минут и отжим 800 оборотов конечно не 1000 но 800 оборотов и все поставила постирала поставила на полоскание и тут машинка начинает уже его отжимать отжим работает мое сердце испугалась я мигом к машинке отключать конечно там уже воды не было но он такое ощущение что отжим был 400 оборотов и слава богу я все подумала что раньше изделия это были связаны из моточной пряжи а если был кашемер бобинной пряжи то всего 10 процентов здесь 30 как пряжа поведет непонятно но изделие будет очень и очень жалко дочка не сможет его поносить но как вы видите все хорошо ничего не свалялось и вовремя успела проверять конечно я не буду смотрите какой пух нежный очень приятное мягкое изделие конечно после высыхания это будет совсем другое но я хочу вам показать этот пух супер просто я довольна я у вас торги буду однозначно когда-нибудь пряжа немного подорожала заказывать что-то подобное вязать для себя возможно даже снова будет круглая кокетка но уже не в этом году ну а вам если нравится это изделие пожалуйста вяжите ставьте пальчики вверх мне будет очень приятно если не сказала то сейчас скажу что это джемпер я назвала клюква в сахаре вот так очень довольна но была но была испугана тем что когда я открывала дверцы в машинке думала все что я сейчас увижу но достала вроде бы все хорошо все замечательно конечно манекене он сейчас высыхать не будет я отправлю его на батарею не пугайтесь на батарею сначала покладу полотенце а затем уже этот джемпер рукава висеть так не будут я их выкладу но только так все-таки я планирую чтобы дочка завтра его надела в школу и если все-таки так случится что он высохнет от сниму вам кусочек как он выглядит на диане думаю вам будет интересно посмотреть как эта круглая кокетка стандартными прибавками смотрится еще на ребенке ну и еще хочу вам показать свой новый процесс все-таки начала вязать и так сейчас быстренько расскажу я начала вязать себе шапку шапку резинка один на по своему же мастер-классу подсказка на мастер-класс будет в правом верхнем углу у меня есть такой перемотыш это целый моточек из этих моточков здесь два уже пыталась вязать шапку что-то мне не понравилось я уже даже не помню каким узором что-то долго она вязалась но так и не сложилось набрала 74 петли вяжу в три сложения из пряжи газал бэби альпака моточек весит 50 грамм имеет 160 метров спицы рекомендуют от двух с половиной до четырех состав 45 процента мериносовая шерсть супервош 55 процентов бэби альпака и этот цвет 46 001 цвет молочный набрала 74 петли плюс одна петля для смыкания в круг наборный край итальянский дальше вяжу на спицах пять с половиной резинку один на один буду вязать высоту 40 сантиметров а затем буду делать убавки и все шапочка будет готова к этой шапке я хочу еще связать бактус вот из этой пряжи тоже ранее вам показывала тут состав к сожалению неизвестен здесь микро пайетка видно вам как она блестит очень красиво на полиамиде думаю что здесь альпака меринос возможно мохер когда начну вязать тогда вам подпишу что это за ниточка ниточка приятная мне нравится и красивая хочется уже посмотреть как она будет выглядеть в изделии все дорогие мои я вам показала новый процесс показала вам готовую работу ну а я может пойду немного повяжу чтобы завтра снова начать снимать для вас новое видео всем пока пока